Нет, ничего не слышала, ничего не видела, ничего не знаю. Нет, честно говоря, я так и не поняла. Там в объезд, по Ленина, либо по Белинского, нет, конечно, по краю только. Я ее не видел, схему объезда, просто в курсе, что будут перекрывать. Когда будут перекрывать, что-то говорили, вроде с 2 августа по 12 собирались, уже перенесли, опять так же непонятно. Вопросов больше, чем ответов. Новая схема движения в районе БКЗ буквально поставила водителей в тупик. Не все знают, что здесь вообще собираются что-то перекрывать. Расставить бетонные ограждения и знаки должны были еще днем. Но кроме вот этой желтой таблицы, которая запрещает проезд Белинского на Карла Маркса, здесь пока ничего нет. Водители уверены, такая неизвестность ни к чему хорошему не приведет. У нас люди, в принципе, когда начинается какая-то суматоха, неразбериха, то есть начинается авария, то есть, соответственно, люди, привыкшие ездить по одному пути, будут, соответственно, путаться и будут, пожалуйста. ДТП – это прям очевидный факт. В мэрии говорят, действительно, по-новому машины должны были поехать уже сегодня. У подрядчика все разрешения на руках. Почему блоки и знаки еще не на месте, в администрации не знают. Но добавляют, появиться на дороге они могут в любую минуту. Поэтому, чтобы для многих это не было сюрпризом, специалисты опубликовали карту перекрытий. Запоминайте, до 4 сентября проехать привычным путем с Белинского на Дубровинского не получится. Водителям предлагают уходить на Ленина, а потом или на улицу 9 января, или на Парижской коммуны. Ее решили оставить двухсторонней. Для тех, кто наоборот едет из центра, ничего не изменится. А уже в выходные движения в районе филармонии должны перекрыть полностью. Проезжать по Карло Маркса водители не смогут в ночь с 21 на 22 августа и с 28 на 29. Потерпеть неудобства придется и тем, кто передвигается на автобусе. Предусмотрено изменение движения маршрута общественного транспорта, 99 маршрута, который будет проходить прямо по улице Ленина. Поэтому жителям улицы Каратаново, которые привыкли садиться в автобус 99 на соответствующие остановки, придется некоторое время испытать определенные неудобства и для посадки в автобус пройти на улицу Ленина. Ну и вишенка на торте. Все съезды и выезды с нижнего яруса БКЗ тоже закроют. Двигаться там можно будет только через платную парковку. Терпеть неудобства придется до конца лета. Екатерина Любимова, Алексей Овсяников и Денис Тимошенко. Енисей. Новости. Новости.